КОСМИЧЕСКИЙ АППАРАТ Брать образцы пород. На пути к этой цели его создатели пережили мучительные неудачи и глобальную пандемию. В проекте принимали участие тысячи людей. Но лишь некоторым из них повезло прикоснуться к этому чуду. Чтобы построить что-то подобное, нужны гениальные умы, а также умелые руки. На Марс. История марсохода «Персеверанс». Это гениальное изобретение – высокотехнологичный космический аппарат НАСА, но строят его при этом вручную. Его собирают технические специалисты. Так что перед нами удивительное сочетание головокружительных теоретических идей, инженерной науки и высококвалифицированного ручного труда. И это очень важно. Ни один гениальный проект не будет реализован, если не собрать конструкцию должным образом. Нам нужно установить космический аппарат на ракету, запустить ее и отправить к Марсу. После этого мы уже не сможем ничего исправить. Если что-то установить неправильно, даже крошечный винтик, вся миссия потерпит фиаско. Когда проектируешь и строишь космический аппарат, не может быть так, что все проходит гладко. На инженерах лежит разработка и тестирование, а технические специалисты должны удостовериться, что собранная конструкция будет работать на Марсе. Сотрудничество играет здесь ключевую роль. Кран работает. Техническому специалисту не обязательно иметь высшее образование. Но каждый из нас играет важную роль. Такой аппарат не закажешь на Амазоне. Нормально? Да. Только технические специалисты могут работать с бортовым оборудованием. Зак возьмет первый. У нас свои правила. Это не завод. Мы не заставляем сотрудников выполнять работу быстро. Тут важно сделать ее идеально. Мы механики, которые собирают космический аппарат. Это немного сложнее, чем работать с двигателями. Но по сути, мы космические механики. Скажи, когда? Мы хорошо работаем руками и инструментами. Это наша профессия. Если нужно построить космический аппарат, без проблем. Я не очень хорошо разбираюсь в теории и проектировании. Но в моих руках находятся многолетние научные разработки. А это долгие часы работы инженеров-механиков и конструкторов. За одной деталью могут стоять сотни людей. И нам доверили с этим работать. Персеверанс имеет ту же базовую конструкцию, что и Кьюриосити, которая находится на Марсе с 2012 года. Но полетная аппаратура совершенно новая. Главный элемент — роботизированная система бурения и хранение образцов марсианской породы для их доставки на Землю в будущем. Ученые и инженеры уже очень много времени, не один десяток лет, работают над тем, чтобы собрать марсианские породы и изучить их на Земле. Ведь они могут содержать признаки древней жизни. С помощью устройства МОКСИ из тонкой углекислой атмосферы Марса попытаются извлечь кислород. Это может открыть путь для миссий с участием людей. Теперь давайте наверх. На Марс также отправят экспериментальный вертолёт. Это будет первая попытка запустить винтовой летательный аппарат на другой планете. Эта команда может стать новыми братьями Райт. Полёты на вертолёте над Марсом станут настоящим прорывом. Это позволит изучить Красную планету с воздуха. Людям не так часто выпадает возможность стать первооткрывателями. Лаборатория реактивного движения За последние 60 лет в лаборатории реактивного движения НАСА были собраны десятки космических кораблей. Каждый из них стал плодом прогрессивной инженерной мысли и высококлассной ручной работы. Теперь на восток. Навыки работников так же уникальны, как и оборудование, которое они строят. В учебном заведении вы можете научиться ремонтировать реактивные двигатели самолётов. Но я не знаю места, где бы обучали работе с космическими кораблями. Такого рода навыки можно получить в 18-м корпусе лаборатории реактивного движения. Это одно из старейших зданий центра. Ему уже лет 60. Это центральный офис технических специалистов. Отсюда они направляются в другие отделы. Джим Пирсон начал карьеру авиатехника более 25 лет назад. Теперь он начальник отдела и главный охотник за талантами. Он ищет тех, кто может работать с космическими кораблями. Здесь важно отношение к работе. Человек должен иметь желание копнуть глубже и понимать важность наших проектов. Если у вас подходящий образ мышления, вас могут обучить этой работе. Помню своё первое просверлённое отверстие. Я стоял с дрелью в чистой комнате, и за мной наблюдало 4 человека. У меня в руках было оборудование за миллионы долларов. Ошибка могла обернуться катастрофой, и мне об этом напомнили. Я так нервничал, что пот лился с меня ручьём. До НАСА я работал в велосипедной мастерской. Я привык к тому, что руки всегда в грязи и масле. Так что работа в чистой комнате стала для меня открытием. Это был культурный шок. Здесь нельзя слишком быстро двигаться, во что-то врезаться или что-то ронять. Все сотрудники лаборатории стараются не нарушить дзен. Я так боялся испортить нашу работу, что мне даже снились кошмары. В некотором отношении технические специалисты, как хирурги, одно неверное движение, одна ошибка, и можно потерять пациента. На них лежит огромная ответственность. Надо проверить. Да. Все понимают, как высоки ставки. Напряжение ощущают даже опытные сотрудники. Мы должны уметь абстрагироваться и не нервничать. Иногда лучше даже не думать о том, что работаешь с камерой за 2 миллиона долларов. Я могу за весь день закрутить 6 шурупов и вернуться домой измотанным, потому что здесь требуется максимальная сосредоточенность. Все нужно делать с идеальной точностью. Порой даже не понимаешь, откуда такая усталость. Все дело в том, что мы строим очень сложные аппараты. Здесь не может все идти, как по маслу. Я инженер. Здесь, наверху, в наших кабинетах, мы проектируем космический аппарат. Это интеллектуальная коллективная работа. Кому-то в голову приходит интересная идея, и мы ее обсуждаем. Внизу ведется коллективная ручная работа. Это очень тяжело и невероятно сложно. Самое трудное в создании космического корабля это построить его, а этим занимаются технические специалисты. Март 2019-го. В марте 2019-го до запуска оставалось 16 месяцев. Космический аппарат пребывал на завершающей стадии строительства в сборочном цехе. Марсоход еще напоминал коробку с кучей проводов, длина которых 5 километров, а контактов насчитывалось 22 тысячи. Его назвали «Персеверанс» только через год. Тогда это был просто марсоход 2020, без колес, роботизированного манипулятора, камер и остального набора инструментов. Сейчас на нем устанавливают электронику, которая должна всем управлять. Существует этап миссии под названием «Сборка, испытания и запуск в эксплуатацию». В это время на проекте работает целая армия высококлассных экспертов. Эти люди прошли тщательный отбор и занимаются непосредственно сборкой космического аппарата. Во время сборки, испытаний и запуска в эксплуатацию все соединяется воедино. Интегрируются основные компоненты. Эта команда работает на стартовой площадке. Эти эксперты отвечают не только за сборку космического корабля, но и за то, чтобы он работал как единая система. Марсоход не может полететь на Марс сам по себе. От Земли до Марса его доставляет ракета-носитель, которая отделяется перед посадкой. Потом следует семь минут ужаса, когда космический аппарат замедляется со скорости 19 312 километров в час для плавного приземления. Радиокоманды с Земли доходят до Марса только через 11 минут, так что все это время марсоход движется на автопилоте. Аэроболочка защищает его при огненном столкновении с атмосферой Марса. Затем отстреливающий механизм выпускает парашют. Тепловой экран отсоединяется. Дальше посадка продолжается с помощью спускаемой ступени с ракетным двигателем. И наконец происходит акробатический маневр за счет летающей лебедки. И марсоход оказывается на поверхности Марса. Начинаем толкать на северо-восток. На северо-восток! Медленно! В течение следующих нескольких недель они тестово соберут все эти части вместе для серии жестких испытаний имитирующих полет на Марс. Марсоход еще не готов, поэтому в него поместили временную модель, позволяющую получить правильный вес и центр тяжести. Очень важно проверить максимальную грузоподъемность и провести соответствующие испытания. Оборудование стоит миллионы долларов. Малейшая ошибка может привести к большим проблемам. На кран! Кран! На восток! Медленно! Восток! Медленно! Инженеры руководят работой подъемников, но управлять краном могут только самые опытные технические специалисты. Стоп! Стоп! Это потенциально опасная ситуация. Главная задача соблюдать осторожность и убедиться, что все установлено правильно. И здесь чрезвычайно важен опыт. Мы крутим в воздухе несколько тонн, и это рискованно. Из-за огромных размеров корабля обзор ограничен. Ты должен доверять коллеге, который работает с другой стороны. Вниз, медленно! Хорошо. В нашей работе есть моменты, от которых просто дух захватывает. Когда впервые видишь космический аппарат в собранном виде, понимаешь, что все это реальность. Ты действительно принимаешь участие в этом масштабном проекте. Прямо перед тобой находится аппарат, который полетит на Марс. Собранный космический аппарат готов к первым комплексным испытаниям. В течение 12 дней в камере для имитации условий космического пространства будут проверять, сможет ли он функционировать в холодном вакууме открытого космоса. Существовала ли когда-нибудь жизнь за пределами Земли? Есть ли она сегодня? Зарождалась ли она когда-либо на другой планете? Мы, астробиологи, считаем, что да, но пока у нас нет доказательств. Поэтому мы отправляем космические корабли на Марс, собираем образцы пород и надеемся когда-то доставить их в самые современные лаборатории Земли. Там их можно будет изучить с помощью совершенного, но очень громоздкого оборудования. Кратер Езера. Мы направляемся в место под названием Кратер Езера. Главный ориентир это дельта. В северо-западном углу мы видим красивый веерообразный объект. На земле такого рода рельеф можно увидеть только там, где река впадает в водоем. Это явный признак того, что 3 миллиарда лет назад в кратере Езера было озеро, а значит там могла быть жизнь, если она когда-либо зарождалась на Марсе. Мы точно знаем, куда направляемся. Это просто прекрасно. В 2020-м многие ученые, в том числе Кен Уиллифорд, получали квалификацию полевых геологов, изучали ландшафты и горные породы. Однако на Марсе им приходится работать с Земли. Западная Невада. Они занимаются удаленной геологией. В пустыне команда ученых имитирует работу марсохода. Вот так. Они направляют камеры на скальное образование и передают изображение в лабораторию. А там другая команда тренируется интерпретировать изображение с Марса и планировать дальнейшие действия. Затем они сами выезжают на место, чтобы все осмотреть. Мы все изучали изображения с компьютеров, в том формате, в котором они будут поступать с Марса. Но осмотреть все лично, изучить геологические обнажения с помощью приборов и получить данные в реальном времени, это совершенно другое. Это позволяет ученым по-новому взглянуть на изображения, которые поступают с марсохода. И напоминает о том, что на снимках представлена лишь малая часть. Нужно пройти подальше, чтобы увидеть, что можно обнаружить на Марсе в случае удачи. Основная причина, по которой мы проделали столь долгий путь, это вот такие скалы. Они встречаются очень редко и содержат свидетельства самой ранней жизни на Земле. Именно это нам и нужно искать на Марсе. Когда мы говорим, что в 2020 собираемся искать признаки древней жизни на Марсе, это именно то, что мы имеем в виду. Эти морщинистые слоистые структуры, строматолиты, представляют собой что-то вроде окаменевшей прудовой пены. Это считается признаком жизни, который можно увидеть с невооруженным глазом, и его может зафиксировать камера марсохода. Если мы увидим что-то подобное на Марсе, нам очень повезет. Это станет важным научным открытием. Мы опишем его с помощью приборов марсохода, потом соберем образцы и приготовим их к отправке на Землю. Теперь все зависит от инженеров. Кратер Езера самое опасное из мест, на которое когда-либо пытались высадиться на Марсе. Совершать посадку на Марс всегда сложно. Космический аппарат делает это на автопилоте. Мы не можем управлять им во время приземления. Но в кратере Езера особенно много опасностей. На востоке расположены каменные поля. Также нужно избегать крутых склонов, а там есть скала высотой 60-80 метров. Ученые разрабатывают новую систему камер, которая поможет марсоходу самостоятельно обнаруживать опасности. Долина Смерти, Калифорния. Мы уже вторую неделю проводим тестирование нового оборудования, которое должно помочь марсоходу удачно приземлиться в кратер Езера. С помощью камер он сделает снимки местности и сопоставит их с уже имеющимися фотографиями с орбитальных аппаратов. Определив свое местоположение, марсоход сможет направиться в безопасное место. Но для этого все должно функционировать идеально. У меня нервная работа, но результаты этой недели вселяют уверенность. Посадка на Марс всегда сопряжена с рисками, но некоторым из этих инженеров уже удавалось это сделать. также вселяет уверенность то, что спускаемая ступень здесь практически такая же, как и у Curiosity. Многие технические специалисты строят ее уже во второй раз. Самые большие риски любой миссии обычно связаны с тем, что делается впервые. Мы хотим привести образцы с Марса на Землю. Для этого запланированы три миссии. в ходе первой нужно взять буровые пробы пород Марса, запечатать их в идеально стерильные пробирки и оставить их на поверхности планеты. В ходе второй миссии планируется погрузить эти образцы в небольшую ракету и отправить ее на орбиту Марса. А в рамках третьей нужно забрать их с орбиты и отправить на Землю. Наша миссия первая из них. Думаю, практически все участники этого проекта согласятся со мной в том, что на данный момент наша самая сложная задача — это создание системы отбора проб. Я главный инженер проекта и стараюсь изучить все элементы космического корабля и найти слабые места в наших системах защиты от ошибок и рисков. На своей предыдущей должности я разрабатывал систему отбора проб. Эта невероятно сложная система помогает брать буровые пробы пород, поддерживать их в чистоте, перемещать и сохранять пробирки, а также обрабатывать данные. Пробирка находится внутри бура, который вставляется в патрон. потом буровая установка просверливает породу, при этом в пробирку попадает керн. Затем с помощью манипулятора для отбора проб внутри космического корабля мы вынимаем полученную пробирку и передаем ее на станции, которые оценивают объем и делают снимки. далее она запечатывается и отправляется на хранение. На борту космического корабля находятся 43 такие пробирки. Все это делается ради горной породы. В рамках миссии мы планируем доставить с Марса на Землю около 30 образцов такого рода. Итак, мы собираем нашу невероятно сложную систему. Это самое высокотехнологичное оборудование из всех когда-либо отправленных людьми в космос. Этот прибор не отправляется на Марс, это наша тестовая модель. Мы пытаемся сымитировать условия работы на Марсе. Поэтому поместили ее в очень грязную среду, бурим породу, покрываем модель пылью и максимально ее изнашиваем. Выглядит неплохо. Потом эту модель переместят в камеру для имитации условий космического пространства, чтобы убедиться в том, что она может работать в холодной среде с низким давлением. Две других модели, одна из которых отправится на Марс, все еще строятся, но совершенно в других условиях. Нам важно поддерживать оборудование в идеальной чистоте. Мы прикладываем огромные усилия для того, чтобы собрать образцы с Марса и не хотим в итоге изучать что-то, что попало туда с Земли. В благоприятные дни каждый кубометр воздуха на севере Лос-Анджелеса представляет из себя суп из углеводородов и миллионов микроскопических частиц. В неблагоприятные дни их может быть сотни миллионов. В воздухе чистой комнаты содержится не более 370 тысяч микроскопических частиц на кубометр воздуха. А в сверхчистых помещениях, где строят оборудование для взятия проб, их не более 3700. Около двух с половиной лет назад меня попросили оборудовать несколько комнат, в которых можно было бы поддерживать такой уровень чистоты. Это был первый такого рода проект в нашей лаборатории. Все внутри чистой комнаты должно было быть совершенно новым, включая инструменты, ящики для них, а также компьютеры. Все распаковывалось и сразу доставлялось на место. Мне понадобился год на то, чтобы наладить работу. И я не преувеличиваю. Быстрее не получалось. Мы с самого начала сотрудничали с техническими специалистами. Отчасти именно они разработали и подтвердили жизнеспособность этого подхода. А к сверхчистым комнатам в лаборатории предъявляются еще более высокие требования. Сотрудники также надевают перчатки, маски и защитные костюмы. При входе тоже расположен воздушный душ. Но в сверхчистых помещениях это только первый этап. Я работаю в команде, которая строит систему отбора проб. она должна собирать образцы с Марса, а не с Земли. Поэтому мы предпринимаем экстраординарные меры. В сверхчистых комнатах технические специалисты носят двойные защитные костюмы и две пары перчаток. Не допускается ничего, что может стать причиной загрязнения. Запрещены ароматизированные шампуни, кондиционеры, духи, одеколоны, макияж и тому подобное. Если от тебя исходит какой-то аромат, ты не можешь войти в помещение. Курить тоже запрещено. Некоторым пришлось бросить. Все эти двойные защитные комбинезоны и инструменты из нержавейки уже стали легендой лаборатории. Говорят, что там работают с передовыми технологиями. Мы редко их видим, они как привидения нашей лаборатории. Даже не знаю, что они делают. Мы строим самое чистое оборудование, что когда-либо отправляли в космос. Наша задача поддерживать максимальную стерильность и не допускать попадания частиц с Земли на оборудование космического корабля. А самыми чистыми являются титановые пробирки, в которых будут храниться образцы марсианских пород с момента их сбора и до доставки на Землю. Ко времени отправки на Марс это будут самые чистые предметы в истории человечества. Это не преувеличение. И правда, чище просто не бывает. Во время стерилизации к пробиркам нельзя прикасаться даже в перчатках. Они проходят очистку целым рядом химических растворителей в специальных клетках. Процесс производства пробирок очень сложный. Их обрабатывают, полируют, наносят на них специальные покрытия, часто стерилизуют между этими этапами. А теперь, прежде чем отправить на сборку, их опять тщательно очищают. Многократные замачивания под воздействием высокочастотного звука позволяют удалить еще больше частиц и органических веществ. Отпечаток пальца может весить около 50 микрограммов, а уровень органических загрязнений должен быть менее одного микрограмма. Затем их запекают в высокотемпературной печи, чтобы сжечь все, что осталось. Из 200 заготовленных пробирок в космос отправят только 43, самые идеальные. Технические специалисты должны установить механические детали, не запачкав при этом пробирки. Это происходит в еще более чистой комнате. Поверх всего остального сотрудники надевают стерильные перчатки, халаты и очки. Это называется зоной 151. Готовы? Да, заходите. Собрать все эти сверхчистые элементы тяжелой ручной труд. Это нужно делать практически в стерильных условиях, соблюдая протоколы асептической сборки. Мы стараемся лишний раз ни к чему не прикасаться и сохранять абсолютную стерильность рук и инструментов. Нашим специалистам пришлось пересмотреть свои взгляды на работу. Мы должны очень внимательно относиться к своим рукам. Нам нельзя дотрагиваться ни до столов, ни до одежды. Это все ручной труд. Люди, которые непосредственно работают с этим оборудованием, должны очень хорошо контролировать свои движения, чтобы сохранить все в первозданной частоте. Они могут сделать все правильно, а могут и ошибиться. Все оказалось сложнее и заняло больше времени, чем ожидалось. Оказалось, что у нас нет достаточного количества деталей, специального оборудования, жидкостей для обработки поверхностей, разработанных техпроцессов. Из-за этого мы выбились из графика. И в данный момент отстаем уже на шесть месяцев. Так что ночью мне обычно не спится из-за системы отбора проб. На холме, как говорят в лаборатории реактивного движения, находится легендарная камера пыток космических кораблей, семиметровый имитатор космического пространства. Эта реликвия начала шестидесятых считается исторической достопримечательностью и является действующим средством воссоздания космической среды. Когда аппарат будет собран, мы доставим его сюда через высокий отсек и поместим в камеру. Главная задача этого приспособления – воссоздать условия полета в космосе. Он имитирует сильный холод в тени и невыносимую жару на солнце, а также глубокий вакуум, очень низкое давление. Нужно включить D5. Принято. Стены и дно камеры залиты жидким азотом, который охлаждает ее примерно до минус 180 градусов. Это минус 292 по Фаренгейту. Затем мы можем использовать имитатор солнечной энергии, чтобы нагреть верхнюю часть космического корабля. Этот свет исходит от ксеноновой дуговой лампы, которая находится двумя этажами ниже и светит вверх через линзу на втором этаже. Сейчас работает одна лампа. Мы запустим около 18 во время испытаний высокими температурами. При этом температура воздуха на солнечной стороне космического корабля может достигать 212 градусов. В этом здании как будто возвращаешься в эпоху начала космической эры. Маринер-2 стал первым космическим кораблем НАСА, изучавшим другую планету. Он проходил здесь испытания в 62-м. С тех пор здесь побывал практически каждый межпланетный путешественник. Это концевая муфта камеры, низ баллона высокого давления. Здесь создается вакуум. Большая часть электроники космического корабля проходит тут. Это 32-киловаттная дуговая лампа. Сейчас она работает на 20. Для воссоздания экстремально жарких условий мы используем 18 таких ламп. Космический аппарат 2020 без марсохода поместили в камеру для проведения первых системных испытаний. В течение следующих 12 дней он будет находиться в различных условиях открытого космоса, который придется пережить по дороге к Марсу. Имитатор также может воспроизводить разреженную сухую атмосферу и сильные перепады температуры на поверхности Марса. Именно здесь беспилотный вертолет Ingenuity доказал, что может функционировать в такой среде. Он должен был быть очень легким, чуть меньше двух килограммов, но достаточно мощным, чтобы лопасти вращались со скоростью 2400 оборотов в минуту и создавали подъемную силу в атмосфере Марса. Это было потрясающее чувство. Мы работали над ним 4,5 года, почти 5. Для нас это огромный прорыв. Когда придет время, вертолет отсоединится от нижней части марсохода. Он совершит всего несколько полетов. Цель состоит в том, чтобы испытать эту технологию для будущих миссий. Марсоходы смогут передавать на Землю изображения с высоким разрешением. Но прежде чем отправлять их в длительный поход, мы будем посылать на разведку вертолет. Это поможет проложить маршрут в места, в которые пока что невозможно добраться. Тогда можно будет утверждать, что мы совершили огромный прорыв. Это победа. Но пока это не отработано на Марсе, все равно существует риск провала. Конечно, в имитаторе можно протестировать не все. Чтобы испытать парашют в условиях Марса, пришлось запустить сверхзвуковую ракету и развернуть парашют на высоте 30 километров, где атмосфера Земли также разрежена, как и на Марсе. Но даже так нельзя получить все необходимые данные. Чтобы парашют раскрылся за космическим кораблем, отстреливающий механизм должен выпустить его со скоростью 44 метра в секунду. Мы проводим испытания этой пушки. Наши высокоскоростные камеры снимают до 20 тысяч кадров в секунду, ведь мы отслеживаем события, которые происходят за миллисекунды или даже за микросекунды. В том контейнере позади меня находится парашютный рюкзак. Это 14-е испытание. Мы уже внесли ряд небольших изменений. Очень надеюсь, что это последнее. Довольно увлекательное зрелище. Эта штука должна за доли секунды подняться на 60 метров. Признаюсь, выглядит это весьма впечатляюще. «Космический корабль» Мы берем 108 граммов пороха. Мы изучаем, анализируем, прогнозируем и моделируем. Но только испытания могут подтвердить, что все работает как надо. И так можно сказать практически о любом элементе космического корабля. Это близнец марсохода, предназначенный для жестких испытаний. Его раскручивают на центрифуге до 18 сил земного притяжения для имитации гравитационного стресса при взлете и посадке. Это примерно в 6 раз больше, чем у космонавтов при запуске с Земли. Колеса и подвеска должны выдерживать удар при приземлении. Аппарат ждут бесконечные часы езды по марсианскому двору. Нужно примерно сопоставить вес марсохода с гравитацией на Марсе. У Персеверанса более прочные колеса, чем у Кьюриосити, которые начали разваливаться через несколько дней после приземления. В марсианском дворе решили построить тестовую дорожку, чтобы предположить, сколько еще могут прослужить колеса Кьюриосити. При ее постройке Джеймс впервые познакомился с миром разработки космических кораблей. Я подошел к марсианскому двору. Мне вручили кувалду, ведро с камнями и сказали их разбить. За первые месяцы работы я должен ознакомиться с космическими кораблями и миссией на Марс. Раньше я служил в армии, так что это самые легкие деньги в моей жизни. Вот так начинается моя карьера в НАСА. Работа с камнями в марсианском дворе проверяет настрой новичков. Тот, кто проходит это испытание, берется за работу, где ставки и ожидания намного выше. Разработка системы передвижения колес и подвески марсохода ведется уже три с половиной года. Через месяц небольшим их доставят к марсоходу. Сегодня команда вручную просверливает отверстия в титановой подвеске. Нужно с высокой точностью вручную просверлить 30 с чем-то отверстий в таком прочном материале как титан. При этом нам очень трудно достичь нужных допусков размера, ведь речь идет о десятых долях миллиметра, и мы не можем установить подвеску на сверлильный станок или фрезу. Все можно почувствовать, будь то скорость сверления или температура материала. У всех специалистов есть свой язык общения с материалом. в начале некоторые думали, что такой точности нельзя достичь вручную, ведь нужно сделать очень маленькую дырочку и понемногу ее увеличивать, но теперь мы сверлим отверстие за отверстием. Через несколько дней начали установку электропривода и двигателей рулевого привода в стойке подвески, где позже будут крепиться колеса. Это одна из самых важных систем марсохода, и при этом одна из самых сложных в сборке. Эти приводы должны быть достаточно прочными, чтобы годами работать на Марсе, где перепады температуры за один день могут составлять около 100 градусов. Но в руках человека они весьма хрупкие. У марсохода 10 приводов. За годы работы построили и довели до совершенства 12 с учетом двух запасных. Их цена составляет около миллиона долларов за штуку. Сейчас нам нужно быть предельно собранными. У нас нет права на ошибку. Важно абстрагироваться от всего остального. но при этом не бояться. Сейчас мы находимся на этапе, когда ставки особенно высоки. И дело не только в финансовых рисках. Главное сроки, которые уже поджимают. Перед нами результат долгих лет работы другой команды, и мы обязаны довести ее до следующего этапа. электропроводка еще одна система, которую другая команда строила не один год. Ее подключают впервые. Все работает. Выглядит неплохо. Теперь все готово для установки колес. На их изготовление ушло больше года. Из 43 штук на Марс отправится только 6. Остальные останутся в качестве запасных деталей для тестовых моделей в Марсовом дворе. Через несколько дней их доставят к марсоходу, а пока они впервые попали в руки команды, отвечающей за передвижение. Выглядит отлично, ведь это продукт функционального дизайна, доведенный до совершенства. Сложные конструкции бывают слишком громоздкими, потому что не хватает времени на то, чтобы сделать их элегантными. Хорошо! Вуаля! Сейчас особенно ощущается напряжение, ведь речь уже не об отдельных элементах в руках разных людей. Это одна большая конструкция, так что мы чувствуем огромную ответственность за то, чтобы не испортить все на заключительном этапе. Через несколько дней система передвижения марсохода покинула 18-й корпус. Настало время традиционного шествия. Готовое летное оборудование спускают вниз по склону к цеху сборки космических аппаратов. Люди, которые строили его 3-4 года, прощаются с ним и передают его в руки команде по сборке, испытаниям и запуску в эксплуатацию. За дело! С чего начнем? С этого. В лаборатории реактивного движения нет технического руководства. Это чувствуется, когда ты создаешь свое первое оборудование для космических полетов и доставляешь его в цех сборки. Ты смотришь, как другая команда увозит его и думаешь, эй, постойте, секундочку, я понимаю, как это оборудование работает, а что знаете о нем вы, но когда ты его передал, от тебя уже ничего не зависит. Теперь оно в руках нашей команды и вся ответственность ложится на нас. Мы установим его на космический аппарат. Мы завезем его в цех и затем установим. Отлично. Не волнуйтесь. Как будто твой ребенок поступает в университет. Ты доставляешь оборудование в цех сборки, и оно переходит в распоряжение его сотрудников. Там все элементы космического корабля полностью находятся в их власти. Думаю, это идеальный вариант. Теперь все в руках этих людей, причем в прямом смысле слова. Любая ошибка на этом этапе может оказаться фатальной. Есть риск, что из-за нее провалится вся миссия. Собранный космический аппарат прошел испытание в имитаторе условий космического пространства без особых проблем. Отсюда его возвращают в чистую комнату, чтобы опять разобрать и провести окончательную настройку. Теперь все внимание сконцентрируют на марсоходе. Сначала нужно закончить мачту дистанционного зондирования. По сути, это голова аппарата с цветными камерами высокого разрешения, навигационными камерами и лазерным сканером СуперКэм. Установка скрупулезно планируется, тщательно контролируется, но риск все равно остается. Медленно поднимаем кран. Медленно. Стоп. Хорошо. Медленно на юг. Инженеры направляют. На юг. Медленно. А техники управляют краном и оборудованием. Немного на восток. Там, где я работал раньше, в основном нужно было молча поворачивать ключ. Здесь все иначе. Ценится работа каждого сотрудника. Медленно. Тут важны не только навыки. Нужен определенный склад ума. Стоп. Стоп. На нас лежит большая ответственность. Требования высоки. Мы работаем в две смены, иногда даже в три, включая выходные. Как и на любом рабочем месте, порой не понимаешь, зачем этим занимаешься. Но никто не уходит. Мы как мафия, уйти не получится. Не могу надеть перчатки на вспотевшие от нервов руки. Через неделю пришло время устанавливать колеса. Сегодня нужно обязательно закончить. Никакого давления. Пора в душ. Вперед! Эта операция займет целый день. Краном нужно будет манипулировать очень точно. Кран на запад медленно! На запад медленно! Стоп! Посмотрите сюда! Тут все дело в балансе. Колеса нужно выровнять по отношению к корпусу так, чтобы два штифта точно вошли в соответствующее отверстие на шасси. Кран на запад медленно! Здесь все хорошо. Отлично! Допуск отверстий составляет 0,03 миллиметра. Стоп! Хорошо! Ведущий технический специалист соединяет все окончательно. Ровно продолжайте! Все вкладывают в это столько труда и усилий, что в марсоходе остается частичка души каждого. Мы создаем его собственными руками. Это удивительный опыт. Медленно! здорово! Уже похож на марсоход. Еще раз. Хочется обнять и поцеловать его. Теперь на очереди рука-манипулятор. на этой двухметровой пятишарнирной конечности будут находиться буровая установка и два научных прибора для анализа пород. Она подключается к марсоходу с помощью одной монтажной панели. Задача этой миссии — поиски признаков древней жизни, поэтому соприкасающиеся поверхности должны быть максимально чистыми. Моя работа следить за тем, чтобы при постройке марсохода соблюдалась максимальная чистота, и мы ничего не привезли на Марс. Планируется доставить образцы сюда, и в них не должны попасть мертвые земные бактерии, которые можно ошибочно принять за древние окаменелые микроорганизмы с Марса. Они определяют, какие микробы могут выжить как при очистке, так и в космосе. Космический аппарат не стерилен, но у нас есть максимальный предел загрязнения. При определенном уровне чистоты он ничего не занесет на Марс, поскольку на пути столкнется с очень суровой окружающей средой. Стоп! Стоп! Да, немного в сторону. Хорошо? Отлично! В буровой установке рабочей части руки манипулятора находятся бур и два научных прибора. По мере того, как проект превращается непосредственно в космический аппарат, у нас становится все меньше шансов заметить ошибки. Люди должны сообщать о малейших сомнениях, ведь у нас нет права на брак. Нужно следить за тем, чтобы все было сделано на 100% правильно. Ритм и движение тоже должны быть безупречными. Берешь динамометрический ключ, поворачиваешь, клац, идеально. Но после того, как затянул, нужно аккуратно достать инструмент и ничего при этом не задеть. У нас строго запрещено пытаться скрыть ошибку. Предположим, ты уронил крепежную деталь. Если никому об этом не сказать, есть риск того, что эта деталь впоследствии нарушит работу какого-то элемента. Все могут ошибаться, но об этом важно сообщать. ручной труд на острие ножа, когда ошибка может стоить миллиарды долларов, встречается крайне редко. Это очень сложная работа, которая требует от специалистов кристальной честности. Стоп! Теперь настала очередь дьявольски сложной и невероятно чистой системы обработки проб. Они строят две рабочие модели, одна из которых в итоге полетит на Марс. Обе еще не готовы, но одну из них нужно установить в марсоход, чтобы убедиться, что она правильно подключается. Потом ее снимут. Карусель с бурами доставляет насадки в подвижную часть буровой установки. Она тоже должна быть максимально чистой. Мы работаем как акробаты, которые должны еще и соблюдать стерильность при этом. Там очень мало места. Это особо сложная часть работы. Наконец настала очередь вертолета Инженуити. Он отправится на Марс на поддоне, установленном под марсоходом, и отсоединится, когда придет время летать. космические корабли голыми руками. Так что для меня это большая честь. Лаборатория реактивного движения уникальна тем, что здесь объединены усилия ученых, которые пытаются понять работу природных систем и инженеров, которые разрабатывают оборудование, помогающее найти ответы на вопросы ученых. А невероятно талантливые технические специалисты работают на передовой и собирают все в единую систему. Это и правда поразительно. Уровень детализации и сложности просто потрясает. у нас есть система проводов, которые связывают вместе с помощью веревки. Меня всегда это поражало. Просто удивительно, с одной стороны ты видишь все это высокотехнологичное оборудование, а с другой оттуда торчат маленькие кусочки обычной веревки. Это и правда невероятно. Теперь Персеверанс готов к самому сложному испытанию в имитаторе космического пространства. Ему придется показать себя в условиях окружающей среды Марса. Это очень важно. После этого испытания можно будет решить, отправлять ли его в космос. Перед помещением в имитатор марсоход ждет еще одно испытание. Его нужно установить на спускаемую ступень. Они вместе полетят на Марс и испытают некоторую нагрузку при запуске. Это вибростол. Его задача имитировать расположение на ракете Атлас-5 вверх ногами во время запуска. Это лишь одна из многих сложностей, через которые им придется пройти. Сентябрь 2019-го. Через несколько дней марсоход поместили в 7-метровый имитатор космического пространства. его впервые поставили на колеса. В последующие две недели он совершит виртуальное путешествие на Марс и покажет, сможет ли пережить предстоящий полет и пребывание на поверхности Марса. Это важная веха, потому что именно здесь мы можем проверить все функции марсохода в условиях Марса. Все с нетерпением ждут начала испытаний. Проделано много работы, запуск уже не за горами. Сейчас в камере находится марсоход, который проходит тепловые испытания своей системы. В этой комнате сидит команда по сборке, испытаниям и запуску в эксплуатацию и контролирует состояние работающего марсохода. Мы трудимся 24 часа в сутки, каждый день уже две недели, и пока еще никто никого не убил. Хотя попытки были. В камере находится наше дитя, которое готовится к запуску. Сложно представить, что через 10 месяцев марсоход отправится на Марс, а через 15 уже приземлится на его поверхность. Это потрясающе. В разгаре работы иногда забываешь о том, ради чего все это. Приходится напоминать себе, что строишь машину, которая отправится на Марс. Это, несомненно, самое серьезное испытание. И пока все идет хорошо. Мы подошли к моменту, когда любая, даже самая неожиданная мелочь, может поставить крест на всей миссии. Иногда это может произойти просто из-за выпадения винтика. После этих испытаний у нас уже не остается времени на то, чтобы исправлять крупные ошибки. Я называю это точкой невозврата. Крайний срок запуска нельзя сместить. Земля и Марс оказываются на достаточно близком расстоянии раз в 26 месяцев. Если упустить эту возможность, придется ждать еще два года и два месяца. Марсоход прошел все испытания в камере. Все работает. Теперь его вернут в чистую комнату, чтобы провести окончательную настройку. Через два с небольшим месяца космический аппарат и команда лаборатории отправятся на мыс Канаверал во Флориде, чтобы подготовиться к запуску в июле. Но пока не готова самое главное роботизированная система для бурения и хранения образцов марсианской породы для последующего возвращения на Землю. Чтобы реализовать эту задачу, нужно собрать удивительно высокотехнологичную систему. Она настолько сложная, что это занимает у нас гораздо больше времени, чем мы могли себе представить. Модель для грязного тестирования впервые совершит всю последовательность своих действий всего за 10 месяцев до запуска. Прекрасно. Очень неплохо. Все получилось. Теперь нужно проделать то же самое в марсианских условиях. Пока заканчиваются испытания Персеверанса в большом имитаторе, систему отбора проб помещают в соседнюю камеру. Весь агрегат, рука-манипулятор, буровая установка, система отбора проб, а также набор пород для бурения поднимут в вертикальную вакуумную камеру. После герметизации система должна неоднократно пробурить породы и проанализировать взятые образцы. Точно так же, как это будет происходить на поверхности Марса. И первая попытка не удалась. Мы впервые поднялись на холм к вакуумной камере, которая позволяет брать пробы в условиях, которые мы ожидаем увидеть на Марсе. Мы вставили в бур первую пробирку, установили его, взяли пробу, закрепили ее, вернули на марсоход, потом попытались вытащить пробирку с помощью манипулятора. Но она никак не поддавалась. Мы называем это экскалибур. Меч застрял в камне, пробирка застряла в буре. Что это означает? Если мы не сможем ее достать, этот бур больше нельзя будет использовать. Всего их у нас шесть, так что мы можем предпринять шесть попыток, прежде чем признать провал. Мы начали детально изучать задействованные механизмы. У нас был еще один набор пробирок, который прошел финальную очистку. И мы начали проводить тестирование с ними в другой вакуумной камере. Тогда мы и увидели недочеты. Оказалось, что механизмы слишком липкие, и из-за этого они могут заедать и выходить из строя. а поломка некоторых из них ставит крест на все миссии. Эта липкость, то есть трение, оказалась непреднамеренным следствием экстремального режима очистки пробирок и механизмов. Сильные растворители и высокотемпературный отжиг удалили все следы углеводородов, в том числе микроскопический слой, который остается на поверхностях, стерилизуемых традиционным способом. Это интересно. Наши инженеры проводят тесты на трение и понимают, как проектировать механизмы, полностью основываясь на данных о материалах, на которых есть этот тонкий слой углеводородов. Еще ни один механизм, ни один робот, ни одно устройство не проходили такую тщательную очистку. Все наши представления о трении, о том, как металлы взаимодействуют и не взаимодействуют между собой, основаны на том, что они покрыты тонким слоем углеводородов. Это не вопрос качества изготовления. Это проблема создания сверхстерильных механизмов, свойства которых меняются из-за тщательной очистки. С нашей стороны было разумно этого ожидать. Но четыре года назад, когда мы взялись за этот проект, у нас еще не было готовой конструкции, чтобы провести испытания. Мы закончили ее только сейчас, приступили к испытаниям и столкнулись с некоторыми проблемами. Вопрос, успеют ли их исправить до запуска, запланированного на июль 2020-го? Или же его стоит перенести на 2022-й? Никто из нас не знает наверняка, что значит достаточно хорошо. В своем прошлом проекте я работал над посадкой, там все понятно. Хорошо это, если аппарат удачно приземлился. Это успех. Если наша система успешно соберет 30 проб, а потом сломается, думаю, это неплохо. 20, наверное, тоже достаточно, а 10 уже маловато. Перенос запуска на 2022-й обойдется минимум в 500 миллионов долларов и усложнит планирование миссии по доставке проб на Землю. Но не собрать достаточного количества проб еще хуже. Операция по отбору проб является первой в программе из трех миссий. Суммарно на это уйдет более 10 лет. В результате нужно доставить на Землю образцы марсианских пород. Если некоторые механизмы нашей системы отбора проб выйдут из строя, провалятся не только эта миссия, а и последующие. Ставки просто невероятно высоки. Через шесть недель к середине февраля нужно было решить, перевозить ли космический аппарат во Флориду для подготовки к запуску или переносить миссию. В этот период все усилия были направлены на сбор фактов для принятия этого решения. Запуск запланирован на июль, сейчас декабрь. но мы не сможем закончить оценку ни в январе ни в феврале. Но не хочется приехать на мыс Канаверал и отменить запуск. Миссии на Марс уже не в первый раз оказываются на грани срыва. Это скорее обычное дело, ведь каждый раз что-то строится впервые. Все усложняется из-за гонки вооружений методик исследования и разработок новых технологий. Сейчас работа ведется гораздо интенсивнее, чем когда мы строили марсоход Curiosity. В то же время он превосходил по сложности Spirit и Opportunity. Каждый раз мы ставим перед собой все более амбициозные цели и на пути к ним оказываемся очень близки к провалу. Но мне кажется, что это хорошо. Я считаю, что отчасти у нас здесь происходит театральная постановка под названием «Нет ничего невозможного». В нашей лаборатории реализуются самые немыслимые проекты. Но это означает, что каждый раз мы ходим по лезвию бритвы. Чтобы понять, в чем проблема, нужно провести испытания всех механизмов системы отбора проб. Модель, которую установили несколько месяцев назад, сняли с марсохода. К работе также подключили образец, который проходил тестирование в чистой вакуумной камере. Оба агрегата привезли в сверхчистые комнаты, и команда пытается разработать план спасения миссии. Марсоход готов к запуску. Он прошел испытания в имитаторе космического пространства и сдал свой первый экзамен. Ура! Он движется! Боже мой! лаборатория готовится к поездке во Флориду для подготовки к запуску. Но из-за проблем с системой отбора проб и угрозы срыва сроков никто не знает, что будет дальше. На этом этапе уже обычно установлено все оборудование марсохода. Сборка практически завершена. Конечно, есть нюансы, которые мы планируем подправить во Флориде, но не таких масштабов. Это было нелегко. Я еще никогда не испытывал такое чувство беспокойства, но мы пока разыграли не все карты. Персеверанс – космический аппарат, который доставит его на Марс, и команда специалистов примерно через месяц должны выехать во Флориду, чтобы подготовиться к запуску. Основная задача миссии – взять образцы породы и поместить их в стерильные пробирки, которые останутся на Марсе для последующей доставки на Землю. Марсоход и космический аппарат успешно прошли испытания и готовы к работе. Но из-за проблем с критически важной системой отбора проб есть риск не уложиться в сроки. Мы работаем над этим уже долгое время и следуем всем протоколам. Мы сделали все, что было намечено, но многие беспокоятся, что что-то заклинит уже на поверхности Марса, миссия провалится, и нам не удастся взять пробы. Поэтому было принято решение сделать шаг назад и проанализировать все еще раз. Сейчас испытания в самом разгаре. Мы проводим грязное тестирование в вакуумной камере на холме, где сымитирована окружающая среда Марса. Там есть песок и горные породы. Мы смотрим, куда движется пыль и возникают ли какие-либо проблемы. У нас также есть стерильное оборудование, которое планируется отправить на Марс. Его мы тестируем в очень чистой вакуумной камере. На это уходит много дней, столкнулись с проблемами. Бурение. Два месяца назад они впервые попробовали пробурить горную породу в имитаторе окружающей среды Марса. Тогда пробирка застряла в буре, как экскалибур. Но оказалось, что это еще не самая большая проблема. Анализ показал, что мы получили экскалибур из-за попадания грязи или осколков в неподходящее место. Но в дальнейшем нам удалось удачно провести отбор 13 проб. Это хорошие новости. Но в ходе изучения причин заклинивания были обнаружены более серьезные проблемы. Во время испытаний в чистой вакуумной камере оказалось, что при низких температурах часто возникают проблемы с установкой пробирок в буры. Деталь, которая безотказно работала при грязном тестировании, практически не функционировала, в вакуумной камере в условиях холода. Мы организовали оперативный центр, в котором наши специалисты долгими часами пытаются решить эти проблемы. Летное оборудование в порядке. Мы работаем над устранением каждого нового недочета, пытаемся понять, что его вызвало и насколько он критичен. Я каждое утро прихожу на работу с готовностью расправиться со всеми проблемами в нашем списке, но вечером ухожу домой с чувством некоторого разочарования из-за того, что нам может не удастся решить их все. Правда, радует, что на следующее утро я опять полон оптимизма. Даже если удастся решить все проблемы и запуск не перенесут, систему отбора проб удастся установить на марсоход только во Флориде. Думаю, будет небольшая суматоха, потому что работы еще много, но мы со всем справимся. Так что нужно, как обычно, расслабиться, изучить проблемы, решить их и двигаться дальше. Техническим специалистам часто приходится работать с людьми, которые находятся в состоянии стресса, и нам нужно уметь правильно выстраивать с ними диалог. Все по-прежнему занимаются своим делом. Останавливаться нельзя. Мы так хотим довести дело до конца и создать высококлассный продукт, что нас ничто не остановит. февраль 2020-го. Уже февраль. С момента обнаружения проблем прошло три с половиной месяца. Вся наша команда проводит огромное количество тестов. Даже по ночам и на выходных мы уже всю душу вытрясли из этой штуки. Идется очень серьезная и кропотливая работа. Важный вопрос, который мы пытаемся решить последние три месяца, связан с пробирками. Они должны вставляться в буры вот таким образом. Но при этом возникают проблемы. Мы выяснили, что это связано с трением. Из-за того, что пробирки отличаются неземной частотой, трение между элементами гораздо сильнее. Поэтому мы решили изменить способ стерилизации пробирок. Теперь они будут тщательно очищаться только в тех местах, где они должны соприкасаться с пробами. Пробирки снова тщательно вымачивают в растворителях. Но на этот раз, на последнем этапе их промывают веществом под названием гексан. Его аккуратно наносят только на те части, которые будут соприкасаться с марсианскими породами. Так отжиг можно производить при более низких температурах. При этом уменьшается трение, а детали все равно остаются достаточно чистыми. Мы пытались сделать механизм таким же свободным от земных микроорганизмов, как марсианская порода. Он все также остается самым чистым предметом, который отправляли в космос. Но последний этап обработки растворителями проходит только рабочий конец пробирки. Лишь он невероятно чистый. К счастью, это помогло. Мы также тщательно попрактиковались в том, чтобы вставлять пробирки в буры с помощью маленькой руки манипулятора внутри марсохода. Теперь мы умеем делать это даже при более сильном трении. Хорошо. Отлично. Сейчас система работает. Я даже рад, что не все прошло гладко. Мне кажется, благодаря возникшим трудностям нам удалось добиться еще лучшего результата. Теперь у нас есть гораздо более глубокое понимание сложности созданной нами системы. Какие-то ее элементы мы обожаем, другие ненавидим, но в целом нам кажется, что ее можно отправлять на Марс, и там она совсем справится. «Марс» пока все, что они разработали, функционирует хорошо, так что у нас все еще есть шанс успеть. Буры прошли окончательную очистку. После установки в карусель они не увидят солнечного света до высадки на Марс. Годится. супер! Как и пробирки, буры должны быть идеально чистыми, поэтому их устанавливают в стерильных перчатках, масках, защитных костюмах и очках. Но несмотря на это, из воздуха невозможно удалить все углеводороды. Эти признаки жизни медленно, но верно покрывают оборудование. Так что все нужно делать как можно быстрее, но при этом с максимальной осторожностью. Отлично! Выглядит как священная церемония, но это всего лишь борьба за чистоту. Так пальцы точно ни к чему не прикасаются. Да уж. Кто-то для этого сжимает руки в кулаки. Пришло время еще одной церемонии прощания с оборудованием. Боже мой! Мы как будто сразу отдаем весь помет щенков. Теперь у каждого новый дом. А в соседнем помещении проводят финальный отбор 43 пробирок, которые отправятся на Марс. У нас много этапов проверки. Мы хотим выбрать самые безупречные, чистые и красивые пробирки. В ходе осмотра проводится бароскопическая микроскопия канала отверстия. Нужно убедиться, что мы рассмотрели каждое пятнышко, все мельчайшие недочеты. Потом их опять нужно очистить. стерильные пробирки для полета помещаются в специальные футляры и отправляются на отжиг для стерилизации. Они устанавливаются на летательный аппарат непосредственно перед его окончательным закрытием уже на ракете внутри аэрооболочки. Эти пробирки находятся в самом начале своего пути. Они станут первыми элементами оборудования в истории человечества, которые отправятся на другую планету, а потом вернутся назад. Их долгое путешествие только начинается. Марсоход отправится во Флориду в С-17. он уже не вернется, если не случится какая-то поломка. Персеверанс начинает свое путешествие на Марс. Мы двигаемся вперед. Основная группа специалистов лаборатории тоже едет во Флориду и будет пять месяцев готовить космический аппарат к запуску. Начинаем? Отлично. Когда мы перевозили оборудование, люди, которые грузили его в самолет, спрашивали, сколько стоит этот ящик? Два с половиной миллиарда. А этот? Два с половиной миллиарда. А тот? Два с половиной миллиарда. Весь проект обошелся в два с половиной миллиарда. Если бы что-то упало, могла сорваться вся миссия. Мы понимали, во что ввязываемся, но на мысе Канаверал мы играем не на своем поле. Можно рассказать людям, как все должно быть. Но окончательно все становится ясно только на месте. Оказалось, что в конце февраля 2020-го никто не знал, что его ждет. Вскоре после прибытия во Флориду началась пандемия COVID-19. Миссия и экипаж находились под угрозой, поэтому в чистую комнату пускали только основной персонал. Мы передали камеры техническим специалистам. Команда лаборатории оставалась в изоляции до самого запуска. Проект длительностью в 8 лет и стоимостью в несколько миллиардов долларов, в котором принимали участие тысячи людей, оказался в руках лишь некоторых из них. Команда, которая отправилась во Флориду, подписалась на то, чтобы остаться в изоляции вдали от дома. Они виделись с близкими от силы раз в месяц, оказались отрезанными от друзей и родных, и при этом на их плечи легла ответственность за весь проект. Единственным утешением мог стать удачный запуск. Незадолго до начала карантина во Флориде в НАСА объявили название марсохода, победившее в конкурсе. Персеверанс. Нам озвучили название Персеверанс 5 марта. Оно сразу показалось удачным, но кто знал, что оно окажется еще и пророческим. Сейчас я даже представить себе не могу более удачного названия для нашего проекта, для НАСА и, возможно, даже для всего мира. Нам всем нужно проявить упорство. К концу мая во Флориду прибыли последние части космического аппарата. те пробирки неземной чистоты, из-за которых чуть не провалилась вся миссия. Система отбора проб очень сложна, а риск загрязнения крайне велик. Поэтому собиравшая ее команда приехала во Флориду, чтобы собственноручно установить ее на марсоход. В какой-то момент это становится чем-то личным. Это мое детище. Я собрал это оборудование собственными руками. Я ощущаю с ним эмоциональную связь. Не дай бог, что-то пойдет не так. Мое мнение разделяют все, кто участвовал в его создании, все технические специалисты. Мы вложили в эту систему душу и переживаем за ее судьбу. Они изготовили сотни пробирок, но только 43 из них отправятся на Марс. А что будет с остальными? Их осмотрели изнутри и сделали вывод, что они чуть менее пригодны. Вероятно, это можно исправить. Они еще пригодятся. Посмотрим. Космический аппарат скоро отправят к стартовой площадке. марсохода у марсохода есть ядерный источник питания, который будет заряжать его батареи на Марсе. Последняя задача технических специалистов – установить его, когда марсоход уже будет на ракете. Мы находились на носу ракеты «Атлас-5». Все было почти готово, а ракета качалась. Но это не важно. Оставалось только установить ядерный источник энергии на марсоход, закрепить его болтами и закрыть. А потом запечатать ракету и отправить ее на стартовую площадку. Вот и все. Это абсолютно уникальный опыт. Тебе начинают сниться кошмары о том, что что-то пошло не так. Ты не можешь нормально спать, когда ракета на стартовой площадке уже ничего не исправить. Мы все запечатали и приготовили к запуску. После этого оставалось только гадать, как все пройдет, успешно или нет. Представляете, от какого количества факторов зависит успех миссии. Мы пережили множество неприятностей, но все они остались позади. Аппарат заправлен. Он готов к работе и находится на стартовой площадке. Мы ждем запуск. Надеюсь, завтра утром он покинет Землю. 30 июля 2020-го. НАСА? Готовы. ОНК? Готовы. ДНМ? Можно будет сказать, что все свершилось, когда космический аппарат покинет Землю. Атлас готов, Кентавр готов, Марс готов. Я хочу посмотреть, как он взлетит и исполнит свое предназначение. Руководитель? Даю разрешение на пуск. С ума сойти. Это моя мечта. Я работал в этой команде. Начинаем обратный отчет. 11.50 по всемирному времени. Начался обратный отчет, и уже ничего нельзя было исправить. 8, 7, 6, 5. Только бы не взорвалась. 2, 1, 0. 0. Впуск. Обратный отчет до Марса продолжается. Я не могу передать чувство, которое возникает при виде запуска ракеты. Это наше творение. Мы его создали. Наверное, с этим ничто не сравнится. Слышал про тот марсоход? Это я его построил. Я над ним работала. Я приложила к этому руку. Включена замкнутая система управления. Все причастные подарили ему частичку своей души. После 30 секунд полета двигатель снизил обороты. Ты наблюдаешь за запуском. Слышишь оглушительный звук. И понимаешь, что все это на самом деле. Летит! Вон там! Точно! Ура! Здорово! Только послушайте. Это просто невероятно. Еще недавно он был здесь. А теперь уже там. Твое детище улетело. Господи. Ты посвящаешь этому всю свою жизнь, долгие годы. А потом раз, и он улетел. Отлично. Готовимся к сбросу топливных баков. Это шаг на пути человечества к покорению Вселенной. Аппарат на высоте 80 километров. Он должен выполнить свою работу. Программа озвучена на студии Велес. Текст читал Борис Хасанов.